Ран BTS 132 Где мы находимся? Да, это отель Plaza, где можно увидеть ратушу Им пришлось написать на ладонях слова Ран BTS Итак, начинаем дискуссию Они должны были угадать, какие были запрещенные действия и слова Разве вы не знаете такое выражение? Хрустящее снаружи, мягкое внутри, но водяные бомбы продолжают бить В чем проблема? Скажите, что это? Споры больше не важны Опровержение Это действительно дискуссия? Это случайно не сломано? Скажите что-нибудь Когда эти дебаты уже закончатся? 77-минутные дебаты Четвертый раунд А теперь поехали Четвертая тема Четвертая тема Что нужно сделать в первую очередь? Умыться или почистить зубы? Сначала умойтесь Сначала почистить... Ви Чи Мин и Шуга Сначала выкрикивают Зубная щетка Конечно, сначала ты должен почистить зубы Запрещенное слово для команды Умыться? Я Запрещенное слово для бригады Почистить зубы? Я думаю Запрещенное действие Поворачиваться и касаться своих волос Модератор Джей Хоу Время пошло Вы умываетесь в первую очередь, когда принимаете душ Или чистите зубы? Водяная бомба в самом начале Начнем с крутого душа, господин модератор Но вставать не запретное действие Принимайте душ, господин модератор Что только что произошло? Если это не Рэм, то кто? Это был Чи Мин Начнем дискуссию Это начало? Чи Мин прикоснулся к своим волосам Как только начались дебаты Ты сначала умываешься или... Джин хочет узнать Что это за запрещенное действие? Джей Хоуп никак не отреагирует Подсказка 1 Удар по столу Не работает Что это? Церемония посвящения новичка Джей Хоуп Это было просто посвящение новичка Не беспокойся Когда ты принимаешь душ? Нет, еще одна водяная атака Подсказка 3 Запрещенное слово Сейчас Подсказка номер 4 Не использовать руки Тоже не работает Джей Хоуп снова пытается начать дискуссию Вы сначала умываетесь или... Ни за что Чонгук снял очки и прикоснулся к своим волосам Вы сначала умываетесь? Давайте начнем обсуждение сейчас Вы сначала моетесь или чистите зубы? Начнем дискуссию все Рэм активировал это Все Не надо Джей, Джей Что? Что Джей? Теперь пришло время модератору сделать вам подарок Не могу поверить в это Он сказал Джей, Джей Пожалуйста Водная атака Ну давай же Он коснулся своих волос Так что еще одна водная бомба Нет, подождите Это не слова Это какое-то действие Рэм наконец-то понял Это не слово Это действие Не делайте ничего подозрительного Окей Думаю, это касается многих Да Если вы чистите зубы во время душа У тебя пена по всему лицу Да И она щиплет глаза Да И это бардак Атака Чонгука Кто выплевывает это все на твое тело? Модератор Тогда ты должен сделать это Что? Что ты делаешь? Да Я это делаю Все Сначала почистите зубы Он коснулся своих волос Его лоб такой красивый Чистящая бригада продолжает говорить Все, внимание Когда вы обычно принимаете душ Ведь вы обычно принимаете душ по утрам Нет Перед сном Я принимаю два раза Утром и вечером Он продолжает трогать волосы Вместо того, чтобы вести дискуссию Утром Подождите Когда ты просыпаешься Вы знаете, сколько микробов у вас во рту? Чистящая бригада пытается угадать запретное слово Подождите Вот водная атака, которую вы заказывали Похоже, что он что-то понял Не трогай волосы Твои волосы Джей Хоб трогает волосы, как только Ви всех предупреждает Не трогайте волосы Как можно не трогать свои волосы в такие моменты? Джей Хоб, не трогай свои волосы А, не трогать мои волосы? Посмотрите на волосы Джей Хоба Надо было не трогать волосы? Да, продолжай Джей Хоб сейчас такой уродливый Он так мил, что поправляет его волосы вместо него Я сделаю это за тебя Иди сюда. Нет, никому не вставать. Не трогайте. Продолжайте говорить о чистке зубов. Когда вы просыпаетесь, у вас во рту куча микробов. Их всех даже не сосчитать. Да, говорят, что перед чисткой зубов даже воду пить нельзя. Правда? Когда вы идёте на работу. Или идёте в школу. Что говорят люди, когда вы не моетесь перед выходом из дома? Что? Они говорят, что от тебя пахнет какашкой. Какие? Что? Чем? Джей Хоб любит этот комментарий. Вы можете не умываться, но... Я терпеть не могу. Я терпеть не могу, когда пахнет изо рта. Команда по умыванию просит дать мне возможность выступить. Сейчас я поговорю. Да. Опровержение? Да. Опровержение. Ви легко увернулся. Джей Хоб сделал особенную прическу, которая закрывает его взгляд. Волосы, волосы. Извини. Вода продолжает литься. Рэм дал ему несколько особых советов. Держись за руки. Держись за руки. Я скажу. Да. Чистить зубы во время душа это... Разные вещи. Чонгук соглашается. Верно. Вы должны сначала почистить зубы. Слушает, что он говорит. Вы должны сначала почистить зубы, а потом принять душ. Похоже, он только что принял душ. Принятие душа и чистка зубов. Это разные вещи. Вы должны почистить зубы после того, как сами весь помоетесь. Почему бы тебе просто не почистить зубы, пока ты пользуешься туалетом? Нет смысла принимать душ после туалета, потому что душевая кабинка находится внутри ванной. Вы отвергаете этот факт и обманываете людей. Это неверная информация. Вы вводите всех в замешательство. Послушайте меня. Я вам скажу, что люди обычно моют в первую очередь. Снаружи или внутри. Начнем с внешней стороны. Правильно? Если вы начинаете с внутренней стороны, вы можете получить травму. Вот почему люди так говорят, что ты можешь пострадать. Но нет такой вещи, чтобы причинять боль внешнему. Да. Сначала вы должны умыться, а потом уже почистить зубы. Выходи наружу. Вон отсюда. Да. Вон. Во внешний мир. Осталось не так уж много времени. Помолчите, пожалуйста. Продолжайте. Что корейцы говорят чаще всего? О, я почистил зубы? Так что ли? Корейцы чаще всего используют О. Попробуйте поместить это между словом. Зубная щетка. На корейском языке. Во что это превращается? Хулиган. Они невероятны. Вы все там хулиганы. Они невероятные хулиганы. Не будьте смешными. Он говорит чушь. И высмеивает эту дискуссию. Да. Ты хулиган. Мы? Это лингвистический подход. Понимаешь? Да. Я хочу сказать еще кое-что. РМ. Да. Прежде чем называть нас хулиганами, сначала почисти зубы. Чистящая атака. Я пойду умоюсь. Чимин коснулся своих волос. Вам всем умыться дать. Спасибо, РМ. Отлично. Джейхоб снова коснулся его волос. Как ты себя чувствуешь? Джейхоб, должно быть, тоже хотел умыться. Он не видит ничего перед собой. Четвертое обсуждение окончено. Раунд пятый. На этот раз модератором является Ви. Все, поторопимся. Не скручивайтесь там. Или еще что-нибудь. Я и не собирался совершать запрещенные действия. Поехали. Начинается пятый раунд. Тема пятой дискуссии. Кусочек водорослей, идущий в рамен. Класть водоросли в рамен или нет? Есть их или не есть? Позвольте мне сказать кое-что. Прежде чем мы начнем. Что он собирается сказать? Это что-то важное? Ви. Я? Ты уверен, что хочешь носить такую кепку? Ви в недоумении. Что? Я? Я про твою кепку, Ви. Ви все понял и повернул кепку. Вы пытались избежать наказания за это, да? Давай. Давай, водяная бомба, ну что? Давай, водяная бомба, давай. Ви подзывает водяную бомбу. Все. Давайте начнем дискуссию. Проверка запрещенных действий. Что мы делаем? Давайте начнем. Вы едите водоросли? Кусок водорослей в лапше рамен. И запускается водяная бомба. Вы их едите? Неожиданно. Хорошая и крутая водяная бомба для Ви. Смеется. Чимин тоже смеется вместе с Ви. Не скрещивайте ноги. Почему их обрызгали? Запрещенное действие, касание очков и поднятие рук. Пожалуйста. Ведите дебаты, модератор Ви. Мистер Келп. Мистер Келп. Разве вы не едите водоросли? Если сомневаешься, помогут водяные бомбы. Чимин холодно прикоснулся к очкам. Разве ты не ел водоросли? В рамёне. Могу я сказать свой первый комментарий? Рэм поднял руку. Ви всё ещё выглядит, как будто он вышел из иллюстрированного мира. Сердитый Шуга. Я не поднимаю больше руку. Могу я сказать своё первое замечание? Джей Хоуп поднял руку и вытер очки. Рэм и Шуга прикоснулись к очкам. Что? Почему? Почему? Почему снова? Лицо Джей Хоупа никогда не высохнет. Не трогай свои волосы. И трогай волосы. Нет, это не волосы. Ну и где моя водяная бомба? Прочитайте правильно. Принеси это. Убедитесь, что вы правильно прочитали. Там написано очки, правда? Да, это правильно. Ви продолжает провоцировать водяную бомбу. Иди, иди сюда. Так, да? Крутой парень. Какие три удачных удара в Корее? В Корее? В Корее есть три удачных удара. Во-первых, лото. Вторая, пенсионная лотерея. И третья, это две части ламинарии. Две штуки ламинарии. Да, точно. Это означает удачу. Чунгук коснулся своих очков. Он снова прикоснулся к очкам. Вдруг Ви встаёт. Снова переворачивает кепку. Я скажу. Буду говорить. Джей Хобб снова коснулся очков. Превратился в Майкла Джексона. Ух ты, у него был план. Очередь команды поедания водорослей. Я буду говорить от имени нашей команды. Посмотрите на Джина. Он дотронулся до очков. Когда же они начнут говорить? В ожидании водяной бомбы. Ви делает это, похоже на спектакль. О, смотри. Что он творит? Они злятся на Ви, который пытается выглядеть круто. И не модерирует. Модератор, пожалуйста, модерируйте дебаты. И я поговорю. Все смотрят на Джина. Смотрите сюда. Модератор, пожалуйста, модерируй. Что? Что говоришь? Ви плохо слышит. Что ты сказал? Джин продолжает говорить. Келп. Все ламинария. Это вид еды. Правда? Да. Но. Но почему вы выбрасываете хороший кусок еды? Который купили. Чонгук еще не знает, что это запрещенное действие. Что это? Время для медитации под водой. Все, все слушайте сюда. Обычно. Почему люди ее используют? Ламинарию. Для приготовления. Очки Чонгука предназначены для прикосновений. Вы используете его для приготовления бульона. Затем вы удаляете водоросли и кладете лапшу. Вы не должны. Чимин пылко говорит, не зная, что происходит. Вы не должны. Их выкладывать, чтобы съесть водоросли. То же самое и с раменом. Еще одна водяная атака, когда он надевает очки. Почему она продолжает литься? Он думает, что это весело. Не трогайте свои лица. Мои руки полностью связаны. Тем не менее, еще одна водяная бомба. Чонгук виноват. Пока он веселится, мы тоже повеселимся. За исключением участников. Нам понадобятся очки. Ви смотрит на водяное сопло. Хочешь немножко? Ну вот, получай. Ви брызнули в лицо. Во всяком случае, я думаю, что вы должны есть водоросли. Я думаю, что водоросли это изюминка лапши рамен. Он такой шутник. Так и весело. Просто отлично. Но все. Что он собирается сказать? Что он собирается сказать? Допустим, тот, кто сочиняет более забавное стихотворение, победит. Что это за дебаты? По одному. Окей. Да. Шима, да, Шима, да, Шима. Когда BTS проводят дебаты, это становится развлекательным шоу. Что это? О чем ты? Да. Жизнь такая. Ши. Начало. Вот что сложно. Ма. Привет. Ты хочешь умереть? Брызгает водяная бомба в конце стихотворения. Чунгук снова тихо коснулся своих очков. Вот кто-то, на кого постоянно нападают без предупреждения. Так это Ви. Сверху говорят, что это было не весело. Чунгук сделал это. Теперь очередь другой команды. Что насчет вас? Да. Чунгук снова трогает свои очки. Я больше никогда их не одену. Ши. Сихёк тоже их туда не вставит. Верно. Ма. Верно. Ха. Благодаря последней части мы выиграли. Мы выиграли. Мы выиграли. Модератор. Да. Что теперь происходит? Прежде всего я... Не сообщай нам своё личное мнение. Потом. Почему появились водоросли вообще? Кажется, он родился, чтобы на него брызгали водой. Почему вообще появились водоросли? Они вообще не хотели рождаться. Но почему они родились всё-таки? Вдруг они начинают говорить о существовании ламинарии. Честно говоря, понятия не имею. Хелп – это разновидность водорослей. Он просто наслаждается водяными бомбами. Я не знаю. Остальные наказаны за действие Чунгука. Я не знаю. Не знаю я. Спасибо Чунгуку. Пятые дебаты завершились сенсацией. Шестая тема. Вот ваша следующая тема. Вы едите рис в Сикхе? Это сладкий рисовый напиток. Или нет? Вы все готовы? Чимин модератор. Когда я говорю начали, начнёте. Хорошо понял. Давайте. Вы едите рис в супе? Я нет. Я их не ем. Тогда ты просто ешь бульон. Он их не ест. Я не ем углеводы. Я видел, как ты ел рис. Да, я ем его. Хорошо. Мнение Джина. Как и рис в твоём супе, ты должен есть рис и в своём напитке. Тогда вы говорите, что думаете и о супе как об одинаковых вещах? Я не могу с этим согласиться. Опровержение окончательно. Что это было? Опровержение? Он ведёт переговоры. Ведущий ведёт вас к чему-то. Рэм, правильно, да. Да. Запрещённое слово, которое ведущие выбрали для команды, не ест. Слово «да». Рэм попал прямо в ловушку Чимина. Ел рисовые зёрна в Сикхе. Рэм встаёт. Что ты думаешь, Ви? Во-первых, я. Запрещённое действие – вставать или поднимать руки. Ви заблокировался бутылками с водой. Что? Я только что попробовал. Извини. Да, пожалуйста. Продолжай говорить, Ви. Прежде всего, то, что вы не будете есть рис в напитке, это не означает, что не нужно добавлять рис ни в какие другие супы. Напиток – это не еда. Это десерт. Это штука под названием Сикхе. Это натуральное питание, верно? Да, натуральное питание. В те дни люди пытались дарить другим людям счастье. На каком основании это приносит счастье? Тихо. Молчи. После еды ты это попьёшь и всё, остальное выбросишь. Да, это правильно. Так и нужно делать. А вы имеете в виду сок? Сикхе. Ладно, я скажу это очень быстро. Если эти рисовые зёрна нужно пережёвывать и есть, это был бы просто рис, но у него есть зёрна после риса. Верно? Зёрна риса тоже имеют зерновые права, поскольку у людей есть права человека. Рисовые зёрна имеют свои зерновые права. Я добавлю к этому. Если бы рисовые зёрна были в центре внимания, в консервированном цикхе, то что нам нравится, было бы построено таким образом, чтобы рисовые зёрна выходили хорошо. Тем не менее, рисовые зёрна плохо выходят. Чунгук. Чунгук. Да. Ты согласен с этим? Да. Не надо говорить «да». Хорошо. Хе-хе-хе. Ви. Да. Ты с этим согласен? О! Попытка Чимина продолжается. Внимание. Пожалуйста, сосредоточьтесь на том, что я говорю. Не отвечайте на то, что говорит ведущий. Не отвечайте на то, что он говорит. Ответом «да». Джей Хоб встал. Ви блокирует воду безумно быстрой реакцией. С другой стороны, Рэм получает щедрую порцию водяных бомб. Струя воды Чимина выглядит намного сильнее. Джей Хоб сразу извиняется. Ой, прости, прости. Извини. Я встал, не осознавая этого. Все мы едины телом и душой, верно? Правильно. Если бы шесть из семи участников BTS отправились куда-нибудь повеселиться, оставив одного человека позади. Как бы грустно этот один человек себя чувствовал, да? Правильно. Сикхе тоже едино телом и душой. Этот человек рис? Ты это имеешь в виду? Правильно. Две части Сикхе. Рисовые зёрна и фодинистая часть Сикхе. Не вставай. Пытается заблокировать рукой. Поскольку BTS единый телом и душой, водяные бомбы делятся между всеми, никого не оставляя позади. На обсуждение осталось около двух минут. Поскольку у нас не так уж много времени, мы просто выслушаем по одному представителю от каждой команды. Люди больше всего страдают от ожирения. А на создание Сикхе уходит много сахара. Это увеличивает шансы на ожирение. Более того, мы кей-поп-айдолы, не так ли? Мы всегда придерживаемся строгой диеты. Если вы едите даже рисовые зёрна вместе с Сикхе, но ты не соблюдаешь диету, я буду это делать с завтрашнего дня. Ты? Да, я сделаю это. В любом случае, рисовые зёрна плохо влияют на организм. И ты сказал, им грустно, когда их оставляют в покое. Это ещё одна причина, по которой ты должен. Если бы я был с этой стороны, думаю, я бы сказал что-то подобное. BTS это BTS. Когда все семеро присутствуют. Сикхе без рисовых зёрен. Это не Сикхе. Последний финиш Чимина стоя. Команда, которая против риса. И команда, которая все BTS за одного. Волшебное водное шоу Чимина. Шестой раунд окончен. С жаркими дебатами даже взошло солнце. Уже рассвет. Ребята просидели здесь всю ночь. Итак, последний ведущий Шуга. Хорошо, Шуга, ты последний. И всё. Пожалуйста, приложите все усилия до последнего раунда. Какая же тема будет в последнем раунде дебатов? Изюм в хлебе. Любовь или ненависть? Ааа, это по-настоящему? На чьей стороне ненависть? Левая сторона любовь, правая ненависть. Джей Хоуп показывает страстную реакцию. Не могу есть изюм. Джей Хоуп тот, кто сильно ненавидит изюм в хлебе. Да, я его терпеть не могу. А мне нравится. РМ меняет команду на Джей Хоупа, который очень его ненавидит. Есть ли тот, кому это нравится? Хорошо. Чимин тоже поддерживает изюм ее ненависть. Правда? А мог бы кто-нибудь и со мной поменяться? Чунгук ест изюм, хотя он ему не очень нравится. Да, я его ем. Чимин говорит, что они ему не нравятся, хотя я их ем. Оставь стул здесь. Мне это нравится. У них хороший вкус. Я сказала, оставь стул. Почему ты садишься на стул? Потому что новый стул холодный. Все, включая Чунгук, заняли свои места. Любители изюма. Чунгук, Ви и РМ. Ненавидят изюм Чимин, Джей Хоуп и Джин. В любом хлебе ненавижу это. Это стороны любви и ненависти. Правильно. Зачем вам есть изюм в хлебе? Не знаю. Что касается меня, я даже не могу этого понять. Изюм в хлебе даже называется пища дьявола за границей. У них нет причины даже для самого своего существования. Правильно. Верно. Даже не понимаю, почему кто-то взял и это придумал. Так-то, как я уже сказал, все удивлены. Шуга тает. А что было причиной? Могу я сказать? А, не показывать палец? Так, так, так. Могу я попробовать это? Нет водяной бомбы. А, нет, значит не в этом причина. Могу я кое-что сказать? Запрещенное действие, указание на другого человека. Хорошо, ты показываешь. Не показывай пальцем на других. Я видел это в тени. Джей Хоб сразу же указывает на другого участника и смеется. Еще одна водяная бомба благодаря Джей Хобу. Ага, почему? Вы даже не эксперты. Почему они кладут изюм в хлеб? Тогда они... Тогда зачем они добавляют изюм в хлеб? Потому что многие находят это восхитительно. Задержать. Больной. РМ пытается добавить к аргументу Ви. Возражаю. Да. Я кое-что добавлю к этому. Да-да, давай. Тестирование трюков завершено. А что это? Шуга страдает, даже не зная причины. Что? Что это? Почему? Никто ничего не сделал. Я добавлю к этому. Дьявольская еда относится к иностранцам. Означает, что он настолько вкусный, что его ест даже дьявол. Чунгук стреляет водяной бомбой. Кажется, я видел это в новостях. Дьявол. Хватит указывать пальцем на Чунгука. Чунгук. Хватит указывать пальцем. Хорошо. Он понял. Что я хочу добавить к этому, так это то, что лингвистический аспект слова «хлеб» и его произношение звучит очень резко, не так ли? Попробуйте добавить его. Чудо, которое делает произношение таким мягким. Итак, хлеб сам по себе слишком резок. В нем нужен изюм, чтобы сделать его более мягким. Он его нейтрализует. Оно смягчается, имеет смысл в этом, правильно? Я бы хотела провергнуть это. В мире очень много людей, которые едят хлеб. Да. Нарезанный хлеб. Один из самых популярных видов хлеба. Тогда почему? Да. Почему в него без причины положили изюм? Он должен быть мягким, мягким. Когда ты кусаешь его. Ха-ха. Не делай этого. На этой ноте я напишу стихотворение о кростиха с изюмом. Геон. Нездоровый. По. Глюкоза. Делать. Не пытайся. О, это было хорошо. Молодец, круто. Спасибо. Хорошо. Приведи аргумент. У вас есть контраргумент? Контраргумент. Чунгук. Контраргумент. Чунгук. Ломтики хлеба с изюмом. Это вкусно. Они придают сладость нарезанному хлебу. Да. Это вкусно. Это вкусно? Не ешь, если не хочешь. Лично я люблю хлеб с шоколадом. Мне это нравится. Да. Я люблю хлеб с каштанами. Что тебе в этом не нравится? Мне это не нравится. Но я ни в коем случае не могу допустить изюм в хлебе. Почему? Потому что это неправильно. Это на самом деле, как бы это сказать? Я хочу наслаждаться мягкой текстурой и пикантным ароматом хлеба, когда я жую его. Но сладость отталкивает меня. Изюм тоже не сладкий. Изюм очень вкусный. Почему бы тебе просто не есть изюм и все после хлеба? Есть такая поговорка. Надо ценить изюм, чтобы по-настоящему насладиться нарезным хлебом. Да, я об этом. Согласен. Потому что это известная цитата Сократа. Сократ? Это известная цитата Сократа. Сократ что? Это то, что сказал Сократ. О, Сократ. Это известная его цитата. Изюм есть, чтобы восполнить 2%, которых не хватает в нарезном хлебе. Иви хотел наполнить водяные бомбы для участников. Не показывай пальцем. Не показывай. Нет, тогда почему на меня это не работает? Ви, не показывай. Ребята, никто не сказал. Изюм восполняет вкус, которого не хватает нарезному хлебу. Ломтики хлеба идеальны сами по себе. Никто не может судить, чего ему не хватает. Почему ему не хватает вкуса? С такой логикой нельзя и молочный хлеб есть. Ничего нельзя добавлять в нарезной хлеб. Эй, разве ты не ведущий? Я просто спрашиваю. Потому что мне любопытно. Надеюсь, ты и читал греческую и римскую мифологию? Да, а что? Еда богов, слышал? Да. Вино, виноград. И хлеб. Да. У них есть хлеб и вино, верно? Да. У них был хлеб. На самом деле это вино. Это вино. А вино делается из изюма. Из винограда. Да, это правильно. Ты не сказал, что здесь такой глубокий смысл. Но, но запрещенное слово для команды ненавистников изюма. Вино и изюм это совсем другое. Вино это просто вино. Зачем тебе вино? Просто ешь изюм. Зачем тебе вино? Просто ешь изюм? Нет слов. Тогда подавай изюм в ресторанах. Зачем вам это в жидкой форме? Это совершенно разные продукты. Изюм и вино. Не ешь хлеба с изюмом и все. Он такой милый. Джей Хобб находит самого младшего участника симпатичным. Зачем вам вообще есть это, если вы так думаете? Мы сказали, что не будем его есть. Надо просто есть только нарезанный хлеб. Не делайте этого. Так, все-все. Если мир был бы в опасности, ни еды не было бы, ничего. Да. И появился спаситель. И дал тебе нарезанный хлеб с изюмом. И сказал, держи, не голодай. Да. Ты бы съел его? Я бы съел его. Конечно, съел бы. Но это другая ситуация. Чимин указал пальцем. Зачем тебе это есть? Я бы все равно не стал их есть. Нарезав хлеб с изюмом. Это как морепродукты с песком. Ты бы ел песок? Нет, я бы его выплюнул. Я бы съел это. Это вкусно. Это вкусно? Да, это вкусно. Песок вкусный. Это деликатес. С ним можно съесть миску риса. Он действительно может есть песок? Я бы сказал людям, которые ненавидят хлеб с изюмом, чтобы просто ели их отдельно. Да, верно. Вы можете сделать это. Крутая водяная бомба для возбужденного Чимина. Ах, все, послушайте сюда. Пожалуйста, не показывайте пальцем. Я дам вам другой вариант. Джей Хоббу только что пришла в голову отличная идея. У нас есть отличная идея. Джей Хобб сказал, что это не будет проблемой, если продают изюм и хлеб отдельно. Вы можете купить нарезной хлеб и изюм отдельно. И набивайте его в хлеб перед тем, как съедите. Ви выполняет запрещенное действие. Я сделаю это. Да, я так и буду делать. А все, послушайте. Когда вы указываете на другого человека, сделайте сердечко из пальца лучше. Хорошо? Хорошо. Повсюду показываются сердечки из пальцев. Нарезной хлеб с изюмом. Похоже на гавайскую пиццу. Ага. Или мятный шоколад. Зубная паста и мятный шоколад. Все они проблемны. Чтобы помочь сделать мир лучше, финальные дебаты BTS, которых все любят, заканчиваются. Участники уходят в воду после окончания дебатов. Чонгук на спине Джей Хобба. Ви присоединяется к ним. Ви озорной. Все, все. Пришло время выбрать победителя для миссии. Перед дебатами они написали на ладонях Run BTS. Вы видите, как я не опускаю руки, а я погрузил руки под воду. Кто сохранил письмо на руках и выиграл миссию? Они не сотрутся, даже если вы погрузите их в воду. Джей Хобб сначала показывает свои ладони. Да, мои стерлись немножко. Джин показывает свои ладони. Они чистые. Чонгук показывает ладони. Они чистые. Ладони Джина и Чонгука выглядят, как будто на них с самого начала ничего не было. Ладошки Ви тоже чистые. РМ? Вау. РМ довольно хорошо сохранил свои ладони. Да, РМ неплохо справился. Сколько букв у них осталось на ладонях? О, очарованный. Шуга, пять четких букв. Отчетливо все видно. Чимин, ты сделал буквы слишком толстыми. Вот почему они не стерлись. Чимин сделал буквы слишком толстыми, чтобы Run BTS не стерлись. А Шуга написал очень тонкие буквы. Но они все равно не очень сильно стерлись. На самом деле это BTS Run. Чимин, который написал Run BTS в правильном порядке. Разве это не должно быть Run BTS? Чимин, который написал правильно. Чимин в восторге от победы. Итак, главный приз – ваучер на президентский люкс. В Зе Плаза. Будет вручен ваучер на проживание в отеле. А, я так завидую ему. Вик крадет приз. На это так весело смотреть. Чимин забирает свой приз. Чимин – последний победитель. Я завидую Чимину. Сегодня я прекрасно провел время, играя с участниками в новую веселую игру. Да. Спасибо за приз. Я воспользуюсь этим по уважительной причине. Давайте скажем. Run BTS и все. Run BTS. Сегодняшние 77-минутные дебаты Run BTS закончены. Сцена после титров. BTS весь день страдали от водяных бомб. С тех пор, как вы так сильно пострадали сегодня, сотрудники добровольно взорвали водяную бомбу, чтобы разделить боль с участниками. Один из сотрудников. Грандиозное приветствие. Будут подвергнуты бомбардировке от имени персонала. Удобное наблюдение с горячего источника. Вау, действительно? Вы это сделаете, правда? Вперед! Вот, пожалуйста, скажите Run BTS. Тогда бомба взорвется. Режиссеры атакуют водяной бомбой. Водяная бомба падает. Аплодисменты. Run BTS будет продолжаться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова